МВД России предупреждает. Если неизвестный под указанными предлогами просит сообщить ему данные вашей банковской карты или произвести перевод денег, не сообщайте неизвестным никакие данные вашей банковской карты. Звоните 102 и сообщите о мошенничестве. Весь день собирался заехать в налоговую, сдать декларацию и не успел. Папа, интернет! Интернет? Представляйте декларацию о доходах физических лиц в электронном виде через личный кабинет не позднее 30 апреля. Быстро, просто и удобно. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Я спокоен за пожарную безопасность этого дома. Здесь установлены звуковые датчики дыма. Могу я быть спокоен и за ваш дом? Автономный дымовой пожарный извещатель защитит вашу семью от пожара. Спрашивайте в специализированных магазинах города. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Алексею Дубровскому Добрый вечер. В эфире Тагил ТВ Новости в студии Полина Зорина. О некоторых событиях четверга прямо сейчас. С 1 по 10 мая на территории области введут пропускной режим, чтобы минимизировать риск распространения инфекции. Строительство моста через Тагильский пруд продолжается. Подрядчик приступил к свайным работам. Доходная часть бюджета города увеличилась на 508,5 млн. рублей за счет средств областного бюджета. Сегодня депутаты утвердили поправки в главный финансовый документ Нижнего Тагила. В России выявлено еще 4774 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 28 на Среднем Урале. Медики Головного центра гигиены и эпидемиологии подтвердили вирус у жителей Екатеринбурга, Белоярского района, Азбеста, Первоуральска, Серова, Ревды и Верхотурья. В Нижнем Тагиле новых случаев не выявлено. Таким образом, в регионе на сегодня лабораторно подтвержден 271 случай коронавирусной инфекции. Состояние 17 пациентов оценивается как тяжелое, 6 из них на аппаратах искусственной вентиляции легких. Выписано еще 6 человек, общее число излечившихся 71. Медицинская система сегодня достаточно, так сказать, нормально справляется с той нагрузкой, которая у нее есть. Она увеличена, но тем не менее вполне рабочая. Хотелось бы сказать о летальности. Сегодня поступила окончательная информация после дополнительных исследований, которые были проведены после случая, который был в больнице города Богдановичи. Продолжение следует...